Мы продолжаем вас знакомить с интересными людьми, интересными продуктами. Сейчас на нашем столе очень-очень ярко, потому что здесь очень много леденцов. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Эдуард. Мы представляем леденцы на Экспо-2022 в городе Москва. Наши леденцы производятся здесь, в Подмосковье. Ну, леденцы, израилеизвестно, являются одним из известнейших, популярных угощений как на Руси, так и в культурах других стран. Поэтому мы решили чуть-чуть, так сказать, сделать легкий ребрендик всего этого. Уже с новым тюнингом войти вот в этот век и на рынок с нашей продукцией. Вижу много разных цветов, разных форм. Расскажите, пожалуйста, из чего они производятся? Это натуральные леденцы, без консервантов, без красителей. То есть, на самом деле, мы очень долго выводили технологию. Леденцы, даже вот так, со стороны, если смотреть, кажется, что это простой продукт. На самом деле, это сложный продукт. Это сложный для массового производства. Даже многие крупные компании, конфетные, там, фабрики и так далее, заводы, предприятия, они не берутся за леденцы, потому что это сложный процесс. И определенная часть, определенные этапы производства, то есть, он должен быть ручным. То есть, человеческий фактор, он конкретно должен присутствовать во всем этом. Мы решили, то есть, начало-начало, это петушки, это традиционно с детства, как всегда и было. И в этом году мы добавили 2022 год, год тигра. Мы добавили новую линейку, это тигры, вот наши красивые золотистые янтарные тигрята. То есть, как я уже подчеркнул, для массового производства этот продукт очень тяжелый. Но благо, с помощью нашего начальника производства, с помощью технологов, с помощью каких-то третьих лиц, которых мы подключали для производства, мы вывели эту технологию. И сегодня это выход в свет нашего продукта. Мы хотим посмотреть, как на него реагируют, люди пробуют. К счастью, мы получаем очень много положительных отзывов, как от лиц, которые профессионально смотрят, то есть, с точки зрения дальнейшего развития. Этого продукта, продажи, ну, с точки зрения коммерции, так и потребитель. То есть, мы раздаем и ждем обратную связь. И благо, мы получаем хорошую обратную связь по нашей продукции. И это вдохновляет нас на какое-то дальнейшее, на будущее, на развитие нашей компании, нашей фабрики и, соответственно, на расширение линейки продукции. Я, как интервьюер, сейчас не очень, как сказать, не предвзят, скажем, не очень не предвзят, потому что вчера мы попробовали вашу продукцию, и это реально очень вкусно. Поэтому хочется хвалить, хочется сказать, что это реально очень вкусно. Плюс упаковка очень яркая, и явно детям, например, которые будут проходить и видеть на полках этот продукт, сразу захочется его купить. Это тоже победа, как я считаю, молодцы. Ну, во-первых, благодарю вас за такой приятный отзыв. Тем более, он еще и профессиональный, особенно вот учитывая ту атмосферу, в которой мы сейчас находимся. И, коли уж вы сейчас затронули тему упаковки, то есть, смотрите, вообще на рынке, если брать леденцы, в основном они, в основном, в абсолютном большинстве они в слюде. То есть, палочка, она без упаковки уже. И ребята, взрослые люди, родители ребятишек, они берут, смотрят, обратно ставят, что-то нравится, что-то нет. И хотим мы этого или нет, то есть, часть микробов все равно попадает на палочку, а через палочку уже, соответственно, на сам леденец. Соответственно, исходя из этого, мы сделали полностью вакуумную упаковку, полностью. И сделали еврослот, еврослот для прикасовой зоны. То есть, он аккуратно так надевается и аккуратно, соответственно, достается. И ребенку удобно, и родителям удобно. Также, если мы уже говорим о сетях, о розничных сетях, о продаже. То есть, сама упаковка, шоу-бокс, то есть, она идет с перфорацией. Эта перфорация очень удобно, очень легко отрывается. Вот здесь такое место есть. И все, пошло на отрывание. Получается, вот. То есть, можно его выставлять на стеллаж, либо так, либо так. И, соответственно, тоже для клиента, для конечного потребителя это очень удобно. Во-первых, он замечает этот продукт, во-вторых, он доступен для него. И тем, кто когда-либо от петушка отрывал вот эту штуку, которая наклеила непосредственно на сам петушок, скажут вам за такую упаковку огромное спасибо, потому что это гораздо удобнее и гораздо быстрее. Спасибо. Спасибо вам еще за один добрый отзыв такой, да. И, помимо этого, то есть, мы тоже долго думали, какой громаж сделать, то есть, объемный, не объемный. На самом деле, мы провели определенные исследования, даже профессиональные. То есть, мы к определенным институтам обращались, они нам отзывы писали, рецензии писали и так далее. И то, что вы сегодня на столе, и наши зрители видят на столе вот эту продукцию, то есть, это объективно, это хороший продукт, именно в своем сегменте. Потому что это, то есть, это не мое видение, не ваше видение, там, и не видение начальника производства, это такое, а это объективное видение. Ну, что нас тоже радует, и с учетом всего этого, то мы все-таки надеемся, что этот продукт найдет себе место в магазинах, и самое главное, конечный покупатель. Что он доставит в этом мире, я не знаю, в таком ритмичном мире, минуту удовольствия кому-то, если это принесет, то это, мне кажется, это наш максимум, который мы хотели бы достигнуть. Лучше, наверное, и не скажешь. Пожелаем вам на этом поприще удачи. Спасибо большое. Спасибо и вам. Спасибо за интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!